Дмитрий Медведев 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 То есть вы считаете, что здесь без волевого решения небожителей не обошлось? Нет. Под заявлением главного санитарного врача Российской Федерации Анищенко, когда он заявил, что не спит, не туберкулез, там не свинок, птичий гриб будет, Россия, ранний пивный, алкоголизм. И вот это его заявление. Как вы считаете, как он остыкуется с проведением данного мероприятия? Никак не стыкнулся. А знакомы ли вы с тем, что президент принял концепцию по оздоровлению нации, и она уже принята и действует, и в рамках этой концепции должно быть ограничение любых подобных мероприятий, привлекающих массовое внимание по потреблению алкоголя? Нет, не знакомы. Горрес, как по-вашему она реализуется? Спасибо. Почему именно вы решили прийти на это мероприятие? Ну, как-то постоянно на него входим. Так что, конечно, наши традиции, это генерал. При этом мы с послушками. То есть, для вас главное, будут же кроноданы, а это, кажется, в первую очередь. Честно говоря, вот, лично я как бы, как организатор всей этой толпы, просто хотел собрать знакомых своих друзей, просто и пойти куда-нибудь вместе провести время. Все мы с вами знаем историю про крысолова. Она работает путем ассоциативных связей. Когда под предлогом чего-то хорошего, чего-то интересного вас вводят в зависимость и, пользуясь этой зависимостью, достигают собственных результатов. То есть, вводят в вас неосознанное положение, задают вам стереотипы веселья, в данном случае музыки, и под эту дудку вы идете и не понимаете, чего от вас на самом деле добиваются. Как ваше мнение, вот то, что последние проводимые мероприятия подобного рода, они в себе несут фестиваль не только пиво, но и классы, и благодаря этому нет возрастного центра, и можно приводить с собой детей. Как вот, по ваше мнение, присутствует детей на вроде бы взрослом концерте, это нормально? За детей отвечают родители, никто больше. Как мы можем об этом что-то говорить? Хотя, с другой стороны, мне кажется, что все-таки, если бы была пропускная система именно от 2017, ну, мне кажется, это было бы логичнее. Потому что все-таки пиво, и в данный момент дети, которые младше 17, которые употребляют пиво, 13-14 лет, сейчас за всеми не уследишь, большая толпа. В прошлом году взрослым дети не мешали. Хорошо, такого образа, как вы считаете, то, что вот дети, пришедшие со своими родителями, и они будут воспринимать массовое распитие пива как норму, подаваемую массовым обществом. У них уже сложится стереотип нормальностью употребления этого пива. Как вы считаете? А правительство разрешается взрослым распространять пиво? А почему дети должны ее воспринимать как пиражи? А правительство разрешается взрослым распространять пиво? А почему дети должны ее воспринимать как пиражи? В принципе, употребление пива в большом количестве – это вредно, и возможно, что это будет достаточно хороший пример, если, например, показать ребёнку, какой-то человек будет идти со стороны в пьяном состоянии. Возможно, это даже будет каким-то уроком. А разве ребёнку будет здорово видеть в массовом количестве людей, которым надо выпили пив? Это уже как бы забота родителей. Родители сами должны понимать, куда они отпускают ребёнка, либо куда они его ведут. То, что этот праздник однозначно был также направлен на прививание молодому поколению восприятия нормальности пивного алкоголизма, это мы с вами увидим в сюжетах. Более того, самое опасное, что то, насколько искажено сознание и понятие нравственности, понятие норм у родителей подрастающего поколения, это очень печально. И эти родители сами не понимают, какую яму роют в будущем у своих же детей. И в плане здоровья, в плане семьи ранний пивной алкоголизм приводит лишь к разрушению. К разрушению. И то, что эти родители уготовили, не понимая, что они делают своим детям, они со временем поймут, но потом, потом изменить что-либо будет уже поздно. Они будут просто решать те проблемы, которые они создали, приведя их на этот праздник. А как, по вашему мнению, необходимо ли в наше время делать увеличение людей, вовлеченных в пивную культуру, чтобы их становилось все больше? Ну, не знаю. Это естественный процесс. Ему нельзя регулировать. Ни в коем случае его нельзя регулировать. Ни в коем случае его нельзя регулировать. Каждый делает свой выбор сам. И даже если не будет этого пивного фестиваля... А из чего вы сделали свой выбор, придя сюда, вы где-то получили информацию об этом? Интернет, постоянные выписки, везде. Очень сложно не заметить то, что проводится это мероприятие. Спасибо, удачного дня. Может быть, еще встретимся. До свидания. Здравствуйте, вы в курсе проводимого мероприятия? Да, конечно, мы специально приехали на мероприятие. А вы первый раз или уже посещали по дому? Нет, первый раз, к сожалению. Мы приехали. Но дочек постоянно посещает, когда может. Дочка посещает, да? Да. Понятно. Но вы знаете, что это фестиваль пива и курса, да? Да, конечно, знаю. А как вы считаете, вот то, что раньше это был фестиваль только пиво, а сейчас объединили еще фестиваль курса, это нормально? Это есть плюсы какие-то? Нет, ну, конечно, замечательно. Дети же не пьют пиво. То есть есть, кто тоже пиво не особо любит, поэтому замечательно может быть пить класс. А вот как по вашему мнению, если рассудить, то, что ребенок будет видеть, что взрослые в массовом количестве, да, все присутствующие будут употреблять пиво, сформируется ли стереотип нормальности употребления дона питка у несовершеннолетнего ребенка? Ну, в общем-то, ребенка нельзя же ограждать совсем от этой жизни. Он внеебарится, так сказать. Поэтому я считаю, что нужно ребенку объяснять, что нельзя пить много, просто чтобы он... Мало можно. Ну, мало, может быть, тоже нельзя, там будет то же самое. Вопрос был простой. Будет ли считать ребенок это нормальным, если говорить, что это делают его родители и все вокруг? Ну, возможно, будет, конечно. А вот как вы считаете, у нас молодежь сейчас много пива пьет, надо увеличивать их количество или уменьшать? Меньше, кажется, уменьшать. Я сама вообще пиво не пью абсолютно. Когда я пила, я не любила, поэтому иду пить только класс. Так, по-вашему, какая польза обществу проводимого мероприятия? Ну, может быть, просто люди пришли подышать, отдохнуть, посмотреть, может быть, послушать музыку. Не обязательно, например, вот, пить и напираться в пьемость. То есть вы считаете, что все будет очень культурно и... Да, считаю, что да, должно быть культурно. А вы будете здесь до 4 часа, хотя? Ну, до 4, не знаю, может быть. Да. Ну, самое интересное же в 4 часа начать. Ну, постараемся, да, как сможет. Спасибо. Как вы считаете, проводимое мероприятие приносит пользу обществу? Конечно, нет. Как польза? Деградация общества. А как по вашему мнению, то, что с этого года фестиваль идет не только пиво, но и классы, и родители могут приводить своих детей, это как-то скажется на увеличение несовершеннолетних к употреблению пива? Конечно, можно посмотреть вокруг, где-то у нас по детей уже ходят, причем 7 юных, и классы тут выпитого особо не бывает. В основном тут пиво, и спонсоры даже этого фестиваля пивных гигантов, классы, там просто привлечения новых людей, да, звеного поколения, и общение их тут пиво. А как вы считаете, нужно ли вовлечение молодых людей в пивную культуру в наше время? Кому-то это нужно, но самому народу, русской нации, да, россиянам это не нужно. Как этот царь ведет к большим проблемам, которые у нас уже есть, пикинграфическая игра, да, из-за которых царей наши умирает. С каждого года там 700 тысяч только умирает от алкоголя, то есть все подсказки, которые ведут от культура, как были, там преступность высокого. А как вы считаете, зачем администрация города проводит подобные мероприятия? Какие цели? Цель, ну, цель это деньги, для них главное, это деньги, которые заплатили за это мероприятие пивные гиганты, да, пивная мафия, алкогольная мафия. Ну, народ, как таковое, не плевать, у них есть дома за границей, у них дети учатся тоже за границей. А заметили ли вы какое-нибудь отличие в этом году от того, что происходило в прошлом году, что-то бросилось в глаза? В прошлом году я был в армии, поэтому не видел, что творится, да, но, как мои друзья говорили, что, конечно, ничего хорошего не было. Ну, ничего хорошего не будет, скорее всего. Единственное плюс, я вижу, что людей становится все больше активно, да, которые понимают все трудности и все последствия, которые грызят от таких фестивалей и подобных мероприятий. Это важно. Спасибо. Здравствуйте, вы в курсе, что проходит в нашем городе пивной фестиваль? Да, в курсе. Как вы оцениваете это мероприятие? С точки зрения, хорошо, надо оно или нет. Ну, смотря, чтобы в окончании был допуск, то было 18, или что пропускали, а после 18 вполне возможно. Единственное, что у нас все-таки мероприятие проходит, грязь после себя много оставляет. А знаете ли вы, что в этом году это объединенный фестиваль пивой класса, и нет никакого возрастного центра, и родители могут приводить себе детей любого возраста? Да, я слышала, что класс тоже как бы участвует, но на самом деле, я думаю, что если с родителями дети, то это же будет более ограниченное потребление напитков, то я думаю, родители не позволят своим детям пить напитки алкогольные, если они считают, что это неоприятие. А как по вашему мнению, если ребенок видит, что вокруг взрослые люди массово распивают пиво, и это весело, здорово, нормально, у нас формируется стереотип нормальность употребления пива? Я думаю, что да. А как вы считаете, это влияет на массовое употребление пива среди молодежи? Ну... Я знаю, у каких детей купируются и видят на какой-то стереотип? Я думаю, что это тоже влияет, но у нас на самом деле много еще влияет на это. То есть все, реклама пива везде, то есть везде продают, везде пьют, и как бы... А у нас что, извините, недостаток в людях, которые сейчас пьют пиво, их не хватает, их надо увеличивать? Нет, я думаю, что вполне хватает. Я думаю, что их достаточно очень много, и это просто увеличит. Ну, тоже увеличит, но я думаю, что просто не очень в большей степени. Потому что у нас и так настолько все разрекламировано, что, в принципе... А как вы считаете, рекламы, потраченные на это средство, они сказываются на массовости? Привлечение вы имеете в виду, что реклама больше, конечно, больше, конечно, влияет, реклама всегда влияет. Реклама двигателя торговля и не только, поэтому влияет, конечно. Последний вопрос, наверное. Как вы считаете, есть ли от потраченных бюджетных средств на проводение этого праздника в пользу общества? В пользу общества, думаю, нет. Спасибо. Добрый день. Вы будете принимать участие в фестивале пиво-класса? Конечно, обязательно. Каждый год. В общем, можно пропустить такое событие. А в чем, так скажем, положительная сторона этого события? Есть ли отрицательные? Ну, положительная, во-первых, можно попить сразу в одном месте много разных всяких сортов. Во-первых, они разливные, они бутылочные и все остальное. У вас тоже очень вкусная, там, продавала музыка, играет и лесила много народу. Можно отдаст, например, при второе мероприятие с выпиванием пива и поеданием шашлыка. Знаете ли вы, что, благодаря тому, что теперь проводится фестиваль не только пиво, но и классы, то теперь нет возрастного ценза и можно приводить с собой детей? Нет, не знал. Я думаю, что эти процессы детей со своими родителями на таком мероприятии – это здорово? Я думаю, что, в принципе, как минимум до четырех часов это вполне реально, а там дальше просто по установке, как ваша гратари будет свести. То есть вы считаете, что могут возникнуть моменты, которые детям бы лучше и не видеть? Конечно, они везде могут возникнуть. Просто после четырех, там уже начинается, если кто-то с утра начинал пить, то они уже понимают неадекватно или ведут себя неадекватно. По вашему мнению, если ребенок находится вместе со своими родителями и видит, что его родители вот так вот употребляют его, у него сформируется стереотип нормальности этого праздника и употребления? Я думаю, да. А знаете ли вы, что убыль населения нашей страны происходит сейчас по официальной статистике со скоростью 800 тысяч человек в год в минус не прибавляется, а вымирает? То есть наша страна вымирает с этой скоростью, и по официальной статистике это происходит в основном из-за благодаря того, что у нас употребляется больше 18,5 литров спирта на душу населения в год. Ну так я чего? Можно хватить 20 литров, 5 литров, 5 литров и исполнять пульпульно, но зачем их детей, зачем их детей? Мы же этого не делаем, мы вымираем. Но мы играем не поэтому, потому что экономика хреновая. Когда у нас зарплата у всех низкие, все это ничего нельзя сделать, а не из-за пива. У вас сделать нечего, блин. А не думается ли вы, что может быть между собой связано, что у людей опускаются руки из-за плохой экономики, и не потому, чтобы снять стресс? Ну да, от этой всей магнетающей обстановке начинают пить пиво. Конечно, какой-то процент и так делают. Я при пиво потому, что вечером расслабиться мне вполне нормально. Я выпил пиво, вечером расслабился и все. А на праздники, ну вот сейчас, конечно, грубо говоря, нажараться я не собираюсь, а потом отдохнуть, и припитание, и припитание, и припитание. Хорошо, спасибо. Спасибо за просмотр, что увидимся на празднике в следующем часе. Спасибо за просмотр. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Администрацию Петербурга на данном мероприятии представлял замгубернатора Санкт-Петербурга Осиевский Михаил Эдуардович. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Его выступление можно особо не комментировать и ничем не добавлять. Насколько оно соответствует концепции, подписанной президентом, утвержденной премьер-министром, смотрите сами. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Привет, Питер! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Настроение отличное! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Завтра все будем болеть за любимую команду. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А сегодня мы все должны зарядиться хорошим настроением, энергией на этом великолепном празднике. Празднике кваса и пива. Мы каждый год собираемся с вами здесь. И каждый год этот праздник привлекает все больше и больше новых участников. В этом году мы неслучайно назвали его праздником кваса и пива. Тот факт, что объединение пивного фестиваля с праздником кваса позволил туда тащить несовершеннолетних, и его значение, что это делается лишь для увеличения людей, зависимых от пива, страдающих пивным алкоголизмом, также подтверждает сам господин Осиевский. Это его слова. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Квас – это традиционный русский напиток, который у нас на Руси появился еще даже раньше, чем пиво. Его любят все, и поэтому в этом году на этом празднике очень много семей, очень много детей, и действительно это хорошо, потому что наш праздник становится праздником для всех. Праздником для всех. А теперь вопрос. Вопрос господина Осиевский. Вы на кого работаете? Чьи интересы вы представляете? Кому вы подчиняетесь? Вы что, не в курсе концепции, которую утвердил премьер-министр и подписал президент Российской Федерации? Я хочу поблагодарить наших двух главных пивоваров, которые подарили нам этот праздник, руководителей компании «Балтика» и «Хайникин». Давайте поаплодируем им! С темнейшим удовольствием я предоставляю наш микрофон для выступления президенту пивоварной компании «Балтика», которая, кстати, сейчас юбиляр. Поздравим ее с двадцатилетием! Атуалевич Артемьеву! Дорогие друзья! У целого ряда народов мира есть схожая мудрость. Если хочешь порадоваться сам, сначала порадуй окружающих. Вот уже двадцать лет «Балтика» дарит радость своим поклонникам, радость от качества и разнообразия своей продукции, радость праздничного настроения. И в этот юбилейный год для нас особая радость вместе с администрацией города, вместе с коллегами из пивоварни «Хайникин» подарить вам этот замечательный праздник. Пусть сегодня никому не будет скучно! Пусть в мире будет больше радости! Спасибо! И два раза больше! Больше пива, больше хэппи! И счастлив я! Слово для выступления Вин президент компании «Хайникин» в России Димитар Алексеев! Добрый день, петерцы! Добро пожаловать! Ну, меня русский немножко не хватает, так что это было очень кратким. Для нас очень большое удовольствие и ответственность, чтобы этого праздника организировать для вами. Как вам это известно, Питер – это столица пивоварной индустрии. Из-за того, что здесь компания «Балтика», из-за того, что здесь компания «Хайникин», из-за того, что где-то в конце 18-го столетия Екатерина II благословила создание первой пивоварни в России, и вот из-за того, мы думаем, что для нас организировать такой фестиваль в столице пива очень ответственное, но и большое удовольствие. Так что, надеюсь, что этот фестиваль будет тоже удовольствием для вами. На здоровье! Дамы и господа, ваши аплодисменты, потому что без тех уважаемых господь, которые вы сейчас видите на сцене, этот праздник, наверное, едва ли был бы возможен. Итак, на этой сцене вы увидели главных крысоловов Санкт-Петербурга. Можете сказать им большое спасибо за наше прекрасное детство, за наше подрастающее поколение. Хорошо, вопрос вашему прямому руководителю. Валентина Ивановна, вы что, не в курсе, что у вас в городе происходит? И на каких мероприятиях ваш заместитель участвует и потворствует? Вы что, не в курсе, что делается в вашем городе? Или вы не в курсе концепции, утвержденной президентом? По цепочке, если подниматься, вопрос самому президенту. Господин Медведев, как вы оцениваете работу структурно вам подчиненных людей по реализации вами подписанного документа? Или он на них не распространяется? Как это, по-вашему? То количество аморальщины, которое было представлено на этом так называемом празднике или фестивале, оно не идет ни в какие рамки. И то, что само по себе в общественном месте распитие спиртных напитков в массовом порядке, присутствии детей в какой-нибудь стране другой, вы можете себе представить? В Америке, да там даже в пакетах пьют. А у нас что? На все обозрение и при детях. К чему это ведет? О какой спортивной нации можно говорить? Да вы посмотрите, символично, что на СКК спортивно-концертный комплекс. Спорт на первом месте. И этот спортивный комплекс окутан, окутан паутиной этих пивоваров, которые сосут кровь народа. Понимаете, эталон спорта окутан пивной мафией. Это очень символично, это возле Парка Победы. Они одержали победу на каком-то этапе. И чего хотят наши власти? Каких побед на Олимпиаде вы ждали? С этими разрушенными детскими площадками, с голодными девяностыми, с пивной молодежью, которой прививается спаивание с малых лет, подаваемое под музыку. Каких побед вы хотели? Забудьте об этом. Если, господа, вы не проведете среди себя жесткие меры вразумительные, чтобы кто-то понял, что они делают, и что для них главное, получить барыш от пивотравителей, либо здоровье собственного народа, вы уж определитесь, в нынешнем информационном времени не пройдет политика двойных стандартов. Вы видите, что для нас это уже очевидно, и ваша подача откровенной деструктивщины и фестиваля геноцида не пройдет за норму. Мы уже вышли из вашей матрицы. Для нас, для людей, которым небезразлично будущее нашей страны, которые борются за вытаскивание из этой алкогольной матрицы любого человека, потому что это наши с вами граждане, наши родственники, друзья, братья, сестры, для нас есть положительные моменты в тенденциях, которые мы видели на этом празднике. Отличительной особенностью праздника в этом году стало то, что мы увидели сразу же, как только приехали на этот пивной фестиваль. Мы привезли с собой достаточно много агитационных материалов, листовок, не несущих никакой экстремистской нагрузки, никаких призывов абсолютно. Там всего лишь содержалось разъяснение воздействия пива на организм человека, откуда берется эйфория, как работает гормональная эндокринная система, как в нее воздействует фитоэстроген, который содержится в пивных напитках, как он подрывает детородные способности, особенно несовершеннолетних, которых на фестивале было предостаточно. Так вот, сразу же у метро нас встретили сотрудники милиции. Это было отличием от предыдущего года. Если в прошлом году мы спокойно людям, идущим на этот пивной фестиваль, раздавали наши агитационные материалы, и они с ними знакомились. Это подтверждает сюжет СТС, снятый в прошлом году, когда у участника, возраста порядка, может быть, 16-18 лет, участника пивного фестиваля взяли интервью и спросили, знает ли он о воздействии пива на организм человека. И он зачитал практически по памяти содержание нашей листовки, то есть информация доходила до конечного потребителя, так скажем. В этом году власть подготовилась к мероприятию, которое и сама вложила в средства, в том числе и бюджетные. И нам было оказано всяческое противодействие со стороны власти. То есть противодействие оказалось относительно нас, людей, которые пытались произвести разгнетнительную работу среди людей, втравленных в это мероприятие путем оболванивания и подачи в огромных количествах агитационных материалов для участия в этом фестивале. Многих заманивали музыкой, то есть, повторюсь, по способу крысолова, когда играют на ассоциативных связях, вроде бы показывают одно, а сами-то думают, что добиться хотят посредством этого совсем других целей, совсем других результатов, каких мы с вами еще увидим. Так вот, о противодействии. Нам сотрудники милиции, встретившие нас у метро, сразу сказали, что, ребята, если мы увидим хоть одну листовку, врученную вами человеку, вы просто уедете с нами в отделение, и не важно, кто прав, кто виноват, у нас такой указ слышит. Хорошо, мы подчинились этому требованию, убрали наши агитационные материалы, пошли снимать репортаж, который вы также сегодня видели. Но и это показалось чересчур, как так снимают репортаж, в котором можно что-то отобразить. К нам сначала подошел майор милиции, который объяснил, что мы не должны делать то, что мы делаем. Но с ним как-то еще можно было на словах объяснить, что у нас все-таки демократия, и как можно запретить двум людям с видеокамерой снимать что-то в парке, в парке Победы. Но ему на помощь приехал подполковник, и от него мы уже услышали следующее, что, ребята, я могу на некоторое время сейчас в своем понимании перефразировать некоторые статьи Конституции, касаемо свободы прав граждан, и если вы не прекратите съемку, то вы просто поедете с нами в отдел и проведете там какое-либо время до конца мероприятия. И потом в суде, если захотите, вы, конечно, докажете, что вы были правы, но это на сегодняшний день, на ход сегодняшнего дня уже никак не повлияет. После этих слов мы поняли, что объяснять свою правоту бесполезно, и нам пришлось прекратить видеосъемку. сам факт организованного противодействия говорит о том, что мероприятие уже не проходит без сопротивления. И они, представители власти, которые вдоль, ой, на стороне организаторов мероприятия, они со своей стороны обеспечили силовую поддержку, дабы не сорвать проводимое мероприятие. То есть они поняли из того информационного поля, которое сейчас создается, что мероприятие уже от таких же людей, от самого народа, могут же быть оказаны противодействия. И чтобы не допустить этого противодействия, были такие меры. В парке Горького спряталось за кустами порядка десяти Уралов с ОМОНом, да, против нас там полсотни максимум людей, которые ратуют за здоровый образ жизни. Особо положительным моментом хочу отметить, что не одно только КПЕ. Нас много, уже множество организаций, которые проявляют себя за то, чтобы остановить геноцид русского народа. Это были ребята из микс-файта, из спортивных клубов, которые печатали свои агитационные материалы, представители других политических направлений. Все, даже националисты, они, понимаете, народ уже понимает, что с нами делают. То есть из этой алкогольной матрицы выдергивается все больше людей. Это плюс нам, нашему общему делу. Это показатель нашей результативности. Надо продолжать так и дальше. И более того, нам нужно объединяться с теми ребятами, которые проявили себя подобным образом. То есть неважно, под каким видением они к этому пришли, к пониманию борьбы за трезвость. Нам надо объединяться на этом понимании и добиваться вместе общих целей. Лишь объединив наши усилия, мы получим большую продуктивность. И мне даже видится, что может статься в следующий раз, когда будут нам наши властители подготавливать подобное «культурное» в кавычках мероприятие, то людей, которые ратуют за трезвость, придет на это мероприятие гораздо больше, чем тех, кто останется подключенным к алкогольной матрице и будет идти туда для того, чтобы губить психику и здоровье своих детей. А людей, которые придут, чтобы не допустить этого мероприятия, будет столько, что мы возьмем в живое кольцо это место и не состоится от подобного фестиваля геноцида в нашей культурной столице. Всем спасибо, присоединяйтесь к нам. Вместе мы изменим этот мир. Субтитры создавал DimaTorzok